Уличная экспозиция фотопроекта расположилась на площади перед Центром культурного развития «Молодёжный». Люди на фотографиях – герои нашего времени. Они были в горячих точках и совершали подвиги в мирное время. Молодёжь смотрит на них с особым интересом и восторгом, ведь они – настоящий пример смелости и отваги, самоотверженного служения своей отчизне. Я не думал, что так это тронет меня. Это великий проект. Он сегодня необходим. Я очень благодарен Сергею Ивановичу, я благодарен администрации области, всем организаторам выставки, что сегодня есть такая возможность приблизиться к людям. И не просто на фотографии, а сегодня они приехали к нам. Основная аудитория фотовыставки – молодёжь. Поэтому на презентацию проекта пришли школьники, воспитанники военно-патриотических клубов, юно-армейцы. У них была уникальная возможность не только посмотреть фотовыставку, но и пообщаться с некоторыми героями лично. На каждую презентацию фотопроекта с нами приезжают наши друзья. Это участники этого фотопроекта «Герои среди нас». И мне очень отрадно смотреть, когда у нашей молодёжи завязывается вот именно долгий диалог с нашими героями. И самое главное, я вижу, что это интересно и молодёжи, и это очень интересно героям нашим, потому что они очень хотят быть полезными обществу, они хотят быть полезными молодёжи, они хотят передать свой опыт молодёжи, потому что наши герои – это истинные патриоты своей страны. На презентацию фотовыставки в «Ракитном» приехали герои России Вячеслав Воробьёв и Виктор Трофименко, а также замначальника управления Росгвардии по Белгородской области Алексей Арбузов. Своими впечатлениями от фотовыставки «Герои среди нас» поделились ракетянцы. Ты смотришь на поступки таких людей и желание быть такими же, быть лучше и добрее к людям. Мне есть на кого равняться, что есть у нас такие герои в ракетянском районе и не только. Мне сегодня исполнилось 15 лет, для меня это самый лучший подарок – открытие этой фотовыставки. Экспозиция «Герои среди нас» продолжит своё шествие и по другим районам Белгородской области. Уникальный авторский проект, который успешно реализует профсоюз «Правда», востребован. Он не оставляет нашу молодёжь равнодушной. И это – значимый вклад профсоюза «Правда» в патриотическое воспитание. Ольга Петренко, Эдуард Горелов и Сергей Шрамко. Программа «Такой день» на мире Белогория.